Ремонт мусоросатировочной станции номер 2 завершен. Расходную часть между собой поделили ЭКО-Альянс и администрация города. Мусор будут сортировать, частично перерабатывать и прессовать. Это касается в первую очередь городских отходов и близлежащих районов. Для отдаленных есть своя схема. В дальних районах есть площадки временного накопления до 11 месяцев. В течение 11 месяцев, если вводится полигон, соседний он называется перспективным объектом, то все перемещается на него. Например, совсем северные районы мы предполагаем использовать инсинератор. По-русски говоря, это такая большая печка на колесах, которая передвигается между свалками. С территории города собирать мусор будут 39 специально оборудованных автомобилей, которые смогут ввозить отходы сразу на две станции, где в первую очередь отходы обработают микробиологическим препаратом, который позволит избежать неприятных запахов и гниения. И после обработки уже будет попадать в барабан грохот, так называемый, где стоят ножи и пакеты разрывателей полностью для органики и всех других отходов. На выходе получат три так называемых потока. Первый – это органика, которую отправят перегнивать на поля. Затем идет вторсырье – картон, пластик, стекло и другие. Вторсырье забирают комбинаты-переработчики. И третий поток – так называемые хвосты. Они отправляются на полигон. Для полноценной работы оператору не хватает только утвержденного тарифа. На сегодня существует норматив. Норма накопления для человека в год. В многоквартирных домах это 1,99 куба, то есть по сути дела 2. А в частном секторе 2,27. Код на днях должны изменить норматив для частного сектора. Он будет от 1,5 до 1,7. Мы пока не знаем точно. Соответственно, это скажется на падении тарифа для частного сектора. Он будет ниже, чем в МКД. Я думаю, так будет справедливо. Пока не установлены тарифы на вывоз мусора, региональная компания продолжает ремонт на станции МСС-1. Ее запуск планируют к концу февраля. Продолжение следует...